Как возникла Библия? И как ей можно доверять, если она тысячу раз переписывалась? Многие утверждают, что Библия переписывалась тысячи раз и в результате она была искажена. Библия – это сборник мифов и рассказов. Ее написали в средневековье какие-то обычные люди. Библию исказили католики. В ней полно искажений и противоречий. Апостол Павел является самозванцем, Моисей не писал пяти книжья и т.д. Одним словом, Библия является исторически недостоверной. Эта лекция будет состоять из четырех частей, и в них мы обсудим всю историю Библии. Библия состоит из 66 книг. В них содержатся Ветхий и Новый Завет. В Новом Завете 27 книг. В Ветхом Завете 39 книг. 39 книг Ветхого Завета говорят о суде, о законе, о наказании. 27 книг Нового Завета говорят о милости, о прощении, о благодати. 39 плюс 27 равно 66. Книга пророка Исаии – это одна из книг Библии. Ее можно разделить на две части. Первые 39 глав говорят о суде, о наказании. Остальные 27 глав говорят о милости, о прощении. 39 плюс 27 получается 66 глав. Это почти как число 666. Интересно? Мы только начинаем. Уникальность происхождения Библии. Человек, задумавший написать книгу, собирает материал, набрасывает сюжет, пишет ее содержание и затем издает. Если книга пишется многими авторами, они должны сначала собравшись, разработать общий план, договориться, как должно будет выглядеть их совместное произведение. Они должны установить, кто внесет какой вклад в написание, редакцию и оформление книги, выбрать главного редактора и так далее. Библия была написана более чем 40 авторами, незнакомыми друг к другу. Она писалась в течение 1600 лет или больше. Авторы происходили из разных культур. Например, Моисей был политиком, обучен мудрости египетской, Иисус Навин – генералом, Соломон – царем, Амос – пастухом, Неемия – жил при царском дворце, Даниил – был министром, Петр – рыбаком, Лука – врачом, Матфей – сборщиком податей, Павел – раввином. Они писали в разных местах при разных обстоятельствах. Моисей, будучи в пустыне, Иремия – в заключении, Давид – скитаясь по горам и живя во дворце, Павел – в тюрьме, Лука – во время миссионерских путешествий, Иоанн – живя в изгнании на острове Патмос и другие – во время преследований и военных походов. Они находились на трех частях света – Азии, Африке и Европе. Они писали на трех языках – Ветхий Завет, большая часть на древнееврейском, другие – на арамейском или сирийском языке, Новый Завет – на греческом. Составители Евангелий не собирались вместе и не решали путем совместной молитвы и раздумий. Матфей писал о Христе, как о царе, Марк – как о слуге, Лука – как о сыне человеческом, Иоанн – как о сыне Божьем. Авторы не собирались, чтобы установить, что Павлу и Иоанну следует написать больше. Уникальность единства Библии Как могут столь многие авторы, принадлежащие к разным поколениям, выросшие в различной исторической обстановке и окружении, без договоренности написать это произведение? Представим, что 10 выдающихся писателей мира, ведущих сходный образ жизни, одного поколения, одна культура, сходное мировоззрение, живущих в одной местности с одинаковым душевным настроем и говорящих на одном языке, но работающих, независимо друг от друга, должны написать сходную книгу на спорную тему. Это практически невозможно. Актуальность Библии Библия – это единственная книга мира, читаемая представителями всех классов и возрастов. Взрослые нескоро возьмутся за чтение детской книжки, и ребенок не станет штудировать научный труд. Но ее читают детям и старым людям, она не менее дорога. Дети могут понять историю и поучение в Библии, а ученые удивляются глубине ее мыслей. Уникальность распространения Библии Библия относится к одной из первых, переведенных на другие языки, книг. Уже за 250 лет до рождения Христа Верхий Завет был переведен на греческий язык. Этот перевод называют Септуагинтой. В 1970 году вся Библия была издана на 249 языках и диалектах, а Новый Завет на 329 языках. Отдельные книги Библии были отпечатаны на 853 языках, в сумме 1431 язык. В 1978 году подсчет дал цифры 268, 453 и 939, в сумме 1660 языков. Сейчас вы видите статистику распространения Библии в мире за 1070 год, 1978 и 1990 год. На сегодня Библия переведена на 3384 языка. Уникальность передачи Библии Библия писалась на очень недолговечном материале, поэтому в течение столетий она переписывалась от руки. Равины имели списки всех букв, слогов, слов и строк книг Ветхого Завета. А кто считал слоги и слова у других книг? Римский император Диоклетиан в 303 году издал повеление уничтожить всех христиан вместе с их священной книгой. Сотни тысяч людей были казнены, почти все рукописи уничтожены. Но Библия вновь распространилась в Римской империи. 22 года спустя император Константин отдал повеление изготовить 50 копий Библии. Французский философ Вольтер, умерший в 1778 году, предсказывал, что через 100 лет Библию можно будет увидеть лишь в антикварной лавке. Но в течение 50 лет после его смерти в 1778 году библейское общество использовало его дом и печатный станок для печати Библии. Однако попробуйте купить произведение Вольтера. Это далеко не простое задание. В 303 году Римско-католической церкви Библия была неизвестна простому народу. Даже Лютер впервые познакомился с Библией, уже будучи взрослым. Положение менялось после реформации. После возникла критика на ее содержание. Литературная уникальность. Библия возникла не в Александрии, это Египет, или Афинах, это Греция, то есть не в тогдашних центрах науки. Ее авторы были простыми людьми, не были учеными, порой владели лишь роководной речью. Иудейские вожди не ожидали, что авторы были простыми некнижными людьми. Библия содержит образцы высокой литературы любого вида. Лирика – псалмы, эпос – бытие, драма – йов, летопись – книги царств и паралипоменон, сельская идиллия – руфь, любовь к отечеству – Даниил и Исфир, житейская мудрость – притчи, философские рассуждения – екклесиаз, глубина душевных переживаний – Исайя, новелы – Евангелие, эпистолярный стиль – послание, очаровывающая тайна – откровение. Библейская мораль. Человек не пишет сам о себе, как Павел в Римлянам 3, 10-23. Нет праведного ни одного. Также не свойственно человеку столь беспристрастно рассказывать, как легко он подался на уговоры дьявола. Бытие глава третья. Люди называют грехи ошибками, недостатками или плохими привычками. Но Библия видит в грехе протест против святой и праведной воли Божией. Ной был пьян. Давид переспал с чужой женой и затем совершил убийство. Петр предал своего учителя и нарушил клятву. Это были грехи. Но отличались ли они как-то в этом от нас? Библия показывает человека таким, каков он есть. Представьте, что Библия была бы составлена какой-нибудь религиозной организацией. Услышали бы мы тогда о непринужденной лжи Авраама, о трусливом предательстве Петра, о безумном идолослужении Соломона, о постыдном поступке Лота, об обмене Якоба, о раздорах между Павлом и Воронавой или своеволии Моисея? Конечно, нет. Многие авторы не стыдятся описывать собственные грехи, например, как Матфей, Иоанн и Павел. Иисус сказал о лжепророках. По плодам их узнайте их. Всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Марк Аврелий, Конфуций и другие моралисты создали высокие этические стандарты. Но кто мог бы привести пример того, что какой-либо человек начал вести действительно благородный, высокоморальный образ жизни вследствие прочтения этих книг. А Иисус Христос пришел на эту землю не ремонтировать павшего человека, а умереть за него. От глиняных табличек до современной печати. Одним из древнейших материалов, использовавшихся для письма, была глина. Хороший пример тому – глиняные таблички из Элбы. Знаки выделывались или выцарапывались острым предметом на сырой глине. После затвердевания глины таблички могли храниться на полках, как книги. Кто написал эти книжья? Подтверждение авторства Моисея находится в других книгах Библии. Иисус Навин 8.31.34 Книга Царств 2.3 Второе Паралипоменон 25.4 И 35.12 Неемия 8.2 Марк 12.19 Все эти места Библии подтверждают, что пяти книжья написал Моисей. Теологи утверждают, что пяти книжья написаны на тысячу лет позже. Оригинальная разбивка слов на слоги также указывает на глубокую древность этих книг. Различные подходы. Почему так важно, кем написано пяти книжья и когда? Этот вопрос на ценность пяти книжья не влияет. Если Библия защищает авторство Моисея, то почему теологи считают этот факт лишь христианской легендой? По их мнению, эти книги были написаны много столетий спустя, как обобщение накапливавшихся противоречивых устных преданий, имеющих религиозное, но не историческое значение. Философское рациональное мышление эпохи Просвещения восьмое столетие проявляется двойственным образом. Во-первых, отвергается о вдохновении Духом Божьим, прямым общением Бога с людьми и библейских чудесах, отнесенных в разряд мифов, и чудеса ненаучны. Вторым проявлением была эволюционная теория. История Израиля понималась ими эволюционно. Они уповали, что научное мировоззрение просвещенного человека побудет верующих отказаться от понимания авторства и содержания книги бытия. Археологические находки В 1975 году в Тельмар-Дихе, это Сирия, обнаружили библиотеку из более чем полтора миллиона глиняных табличек, датируемых во время царства Элбы. Это еще до Авраама, 2400 лет до нашей эры. Находки позволяют воссоздать образ Ханаана, совпадающий с библейским. Таблички содержат библейские имена, например, Евер, Израиль и Аврам. Они свидетельствуют, что дедушка Авраама был Евер в бытие 11.14.17 и что Евер – невымышленная личность, как полагают теологи. Таблички содержат истории о сотворении мира и потопе, записанное задолго до Моисея. Письменность возникла давно. Она возникла с приходом сынов божьих. Предполагают, что современники Моисея не знали грамоты. Хотя в книге судей 8.14 оказывается, что искусством владели даже молодые люди. Находки цивилизации Шумера, Вавилона, Египта и Элбы подтвердили письменность задолго до Авраама. Кстати, Авраам был шумером. Шумерская и египетская культуры знали основы геометрии, архитектуры, астрономию, технологии и искусства. Цивилизации были простым продолжением, существовавших до потопа культур. Моисей составил из глиняных табличек книгу бытия, которую мы имеем. Он также указал, из каких источников взято содержание. Например, вот происхождение или вот родословие и так далее. Это бытие 24, 5.1, 6.9 и 10.1. Эти места должны были бы быть началом или концом таблички. Письменные принадлежности. Один из древнейших материалов для письма была глина. Знаки выцарапывались на табличках каким-либо острым предметом. Затем глина высыхала и таблички можно было использовать. В сравнении Иеремия 17.13 и Иезекииля 4.1 Этот материал был надежный папируса. Папирус рос в неглубоких реках и озерах в Египте и Сирии. Склады папируса нашли в сирийской Гаване библос. От этого произошло греческое слово библос или бублос. Означает папирус растение, таки бумага, рукопись, книга или письмо. Для последнего обычно используется слово библион. От него произошло слово библиотека. Множественное число библия означает книги. От слова папирус произошло немецкое слово папиер означает бумага. Идея использования для письма перьев принадлежит грекам третьего столетия до нашей эры. Папирусные листы склеивались и скатывались в рулон. Длина свитка составляла от 6 до 10 метров, но известный и 40 метров. В употребление вошел другой пищий материал. Пергамент по-гречески мембрана происходит от города Пергамон в Малой Азии. Откровение 2.12 Он изготовлялся из кожи животных. Пергамент из телячьей кожи назывался велум. Его красили пурпурной краской. Затем надписи серебром или золотом. Пергамент использовался для важных документов, так как были прочнее папируса. О возрасте книги может сказать и метод письма, величина и форма букв, знаки припинания, разбивка текста и украшения букв. Например, большими ровными буквами унциалами, маленькими строчными минускулами, печатными и прописными майускулами. Манускрипты содержат буквы одного из вышеназванных типов. Их называют унциалами или минускульными. С начала нового столетия унциальный тип был вытеснен минускульными. Манускрипты не разделялись слова пробелами и не писались гласные буквы. Становление Ветхого Завета Древние истории были запечатлены на глиняных табличках и дошли в таком виде до Моисея, который собрал и переработал их в книгу Бытие. Во время странствования по пустыне он написал четыре книги Исход, Левит, Число и Второзаконие. Последняя глава пятой книги была создана после его смерти, была написана и добавлена Иисусом Навином. Перевод Ветхого Завета называется Септуагинтой, что означает семьдесят. Перевод был сделан семьдесят двумя еврейскими учеными по шести из каждого колена. Становление Нового Завета Раннехристианские христиане располагали греческим переводом Ветхого Завета. Во второй половине первого века нашей эры начали собирать и копировать писания апостолов и новозаветных пророков. Были собраны письма Павла написанные церквям и отдельным людям. Они образовали второй сборник апостол, который обошел все общины того времени. Древние переводы Библии В первое столетие появились переводы Библии на другие языки античного мира. Из древнееврейских версий перевода выкристаллизовывался один общеприятный называемый Пешито, означает простой. Пешито основывается с еврейского в первое столетие нашей эры под влиянием септуагинты. Другой перевод копский это древнеегипетский в двух версиях сахидской и бахаирской. Из него стандартный перевод в копских церквях. В первых столетий нашей эры были переводы эфиопский, арабский, армянский, грузинский и другие языки. В 382 году епископ Дамасий поручил ученому монаху Иерониму подготовить новую редакцию латинской библии. Рабола подготовил сирийский перевод. Иероним переселился в Вифлеем в 386 по 405 год нашей эры. Он подготовил латинский перевод называется вульгата означает простой. Латынь была языком простого народа и стала официальной библией римской церкви до сего дня. Старые европейские переводы опираются не на текст оригинала, а на вульгату. В том же столетии начался распад римской империи. Северные германские племена совершали набеги на города, побили многие рукописи. Кульфила понял, что эти дикие племена можно достичь евангельской вестью. Уже в 4 веке возник перевод на старогерманский язык. Латынь в римско-католической церкви позволялась лишь высшим церковным чином. Даже в 13 веке Библия была переведена только на 7 европейских языков. Народ получал библейскую весть в виде проповедей на латыни и церковных картин и росписей. Более поздние переводы Библии В средневековье кардиналы и епископы боялись, как бы народ получив Библию не стал понимать ее иначе, чем официальная церковь. В Англии первые переводы были еще в 8 веке. Прошло еще 6 веков и Джон Уиклиф и Никлас фон Херрифорд закончили этот труд в 1388 году. Уиклиф умер до начала преследований, но его тело было выкопано из могилы и сожжено, а прах брошен в реку. В 15 веке вышло книгопечатание и первой книгой из-под прессы была Библия. В 1452 по 1555 годах Гутенберг отпечатал вульгату на пергаменте 30 штук, на папирусе 120 штук и две части Гутенбергской Библии в 1282 странице, Голландский ученый Дезидерий Эразм Раттерданский первый опубликовал Новый Завет на греческом языке. В Базиле в 1516 году он издал греческий Новый Завет с параллельным латинским переводом. В нем была куча ошибок и его пришлось редактировать. Хотел завершить раньше свою работу испанского кардинала Ксименеса. Ксименес уже выиграл соревнования, начав в 1502 году и в 1512 закончил. Библия была готова в 1517 году, но прошло еще пять лет, прежде чем комплютизианский политолог вышел в свет. Полиглот означает многоязычное произведение. Реформация Реформации начало положил в 1517 году Мартин Лютер. Сам Лютер был тайно переправлен друзьями в Вартбург, где он с декабря 1521 по марс 1522 перевел Новый Завет на немецкий, а в 1534 год вся Библия. Тандейл в Гамбурсе начал свою работу. Ему удалось договориться с одним издателем, но власти узнали, Тандейлу пришлось убежать. В 1525 году экземпляры были тайно перевезены в Англию. Потом он был задушен и сожжен. Царь Давлия Библия вышла уже с одобрением короля. Первой нидерландской Библией была историк Бишбио в 1477 году. Издание в городе Дельфт якобы ималоретисом под названием Дельфская Библия. Она содержала Ветхий Завет без псалмов и основывалась на историк Бишбио 1360 года с латинского. Издание голландской Библии обошлось кровопролитием. В 1526 году вышла Лисфилд Бишбио напечатанная Лисфилдом, а в 1545 его обезглавили. В 1562 в Мдене вышла Дельфс Ашеш Бишбио. В 1571 Ян Канен в Дортрехте в Голландии издавал первую реформационную Библию. Потом его убили. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова